Друзья, привет! Вы на канале Клинликар, меня зовут Игорь, и сегодня у нас снова закрытие автомобиля. Закрываем мы Kia Sorento. Специально не смотрел в рабочий чат, ничего абсолютно не знаю по машине, по ее состоянию, сколько длился поиск и так далее. Будем расспрашивать об этом нашего эксперта. Машину закрывает Антон. Едем в салон. Да, опять салон официального дилера, но так уж совпало, что по своей занятости на закрытие от частных продавцов я никак не попадаю, хотя участников мы забираем сейчас на самом деле даже больше машин, чем из салонов официальных дилеров. Похода в Питере на самом деле дрянь, поэтому решил на машине нет. Перепрыгнул на метро и меня уже встречает наш эксперт. Хорошую машину нашел. Два краса косметика, один воделец, дилерское обслуживание, пробег 92 тысячи. Какой год, 15-й год в Соренце? Дизель, 15-й, 15-й. 93, неплохо пробег. Смотрели на бакетный бюджет? Смотрели. По нареканиям, только небольшое заканчивание на спинке коробки двигателей, совсем маленькое. Антон пока клиент показывает все, что было заявлено по автомобилю, все какие-то недочеты и нюансы, хотя и тут минимум. Тут все великолепно. Немножко замята сидушка, такое на корейцах бывает. Валик там еще живой, а вот кожа подрастянута. Во-первых, у кроссоверов ты садишься почти всегда на валик, если ты не самого высокого роста, потому что машина все-таки повыше. Во-вторых, скорее всего, владелец был довольно тяжелый. Сюда по всему даже детей не возили. 92,602 километра. Ни по кнопочкам, нигде, вообще нигде не докопаться. Классная машина. Никакой коррозии. Никакой коррозии. Багажник, то, что все любят. Капец здоровый. Вот это багажник. Ничего не крутилось. Нигде ничего не цветет. Корейцы цветут на третий год жизни, да, рассказывайте. Питерский климат. Все дела. Номера. Кому интересно, ничего не скрываем. Нет, вообще ни намека на ржаться. Просто ни намека ни одного. Сладка-поточка. У дилера, как обычно, намытая. Все чистенько, красиво. Стаканы. Полки крыльев закрыты. Второй стакан. Кромка капота. Есть вот такие мелкие эксплуатационные сколы. Что по кузову есть? Кузов, окрас, крыши с косметикой. Скорее всего, мужики были. Это болячка. Это болячка. Да, над лобовым. Вот тут вот у них часто появлялись. Кочевание краски, причем в первые годы эксплуатации. Это просто перекрашивалось по гарантии. Вот еще скольчик нашел. Да, это скольчик. Это не грязь. Река не по кузову очень мало. В салон сдают и хорошие автомобили. Просто не хотят заморачиваться с продажей. У нас же услуга есть помощь в продаже. И она не просто так, там, таким спросом пользуется. То есть цена услуги там такая чисто символическая, 20 тысяч. Но люди настолько не хотят сами продавать машины, что готовы и не такие деньги заплатить. Ну или потерять в случае сдачи. Камера заднего вида есть. Кошник вот там, с левой ногой сверху. Вот этот? Да, да. Ногой нажимаете. Такой рушитель. Да. Подогрев заднего сидения. Вот это колокольчик. Вот чем я люблю закрытие в салоне, это тем, что куча обязательных процедур, которые занимают охренеть сколько времени. И при этом они абсолютно бесполезны. Вот сейчас у нас оплата наличкой. Сейчас вместо того, чтобы прийти и отдать наличную просто в кассу, надо сходить в кредитное дело, отказаться от услуг кредитования, от всяких страховок, касса и так далее. И только после этого свершится чудо, и у нас захотят взять деньги. Не прошло и двух часов. Хотя прошло, нет, не прошло, наверное. Ну почти. Ну почти. Все документы оформили. Машину уже подготовили, повесили номера, выкатили. Шикарная машина. Очень рад за клиента. Хорошее состояние, хороший пробег, хорошая комплектация. Все как надо. Все, пока-пока, удачи на дорогах. Отличный Соренто, повторюсь, 15-й год, начало эксплуатации в 16-м. Один владелец, 94 пробег. Отличная комплектация с бесключевым, с обогревом руля, обогревом заднего дивана, с дефлекторами на задний ряд. Ну это не удивление для этого класса автомобилей. Но все равно комплектация далеко не базовая. Состояние отлично, вложений практически никаких, вложений никаких нет. Есть там пара моментов для ТОшечки, но абсолютно ничего критичного. Классный, классный, классный автомобиль. По визуальным дефектам минимум. Все видели, на видео все показал. Огромный кузов, а косяков практически нет. Очень круто, очень рад за нашего клиента. Вообще, сколько ни приезжаю на наши закрытия, всегда прям радует. Едешь с мыслью, что сейчас я что-то найду, до чего-то докопаюсь. Почему вот это не так, почему вот это. А по факту даже поругать не за что. Иногда и хочется, а не за что. Классную машину находим, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Хотя нет, внимательно изучаем отзывы после подбора от наших клиентов. Внимательно изучаем обратную связь. Всегда, если есть какие-то нарекания, обязательно все это отрабатываем. Со всеми экспертами постоянно на связи. И очень часто люди предлагают какие-то штуки. Попробуйте внедрить это. Неплохо было бы получить вот это. И рассматриваем, и внедряем. Я думаю, на одном из прямых эфиров мы эту тему поднимем, обсудим. И на самом деле очень много классных штук привнесли в свою работу благодаря нашим же клиентам. Обратная связь никогда не бывает лишней. В общем, еще одной классной машиной с наклейкой Клинликар на наших дорогах стало больше. Поздравляем нашего клиента с покупкой, с офигенной покупкой. Удачи на дорогах. И обращайтесь к нам за подбором, будем рады помочь. Кстати, у нас на сайте обновился раздел акций. Поэтому заглядывайте. Появились акции и для постоянных клиентов, и для тех, кто нас постоянно кому-то рекомендует. И в целом хорошие скидки на поиск на два города. Очень сильно поработали над разделом. Прописали очень много акций, которые у нас даже действовали, но которые нигде не были указаны. Заглядывайте. И обращайтесь за услугами. Пока. Продолжение следует...